Привет, сегодня у нас в гостях. Привет, Сергей Пархомин в образе полиграфа Шарикова и его партнёша по танцам со звёздами Аделина Дель. В образе Аделина Дель. Да. Привет. Привет. Вопросов много? Готовы отвечать? Да, мы готовы отвечать. Хорошо, первый вопрос. Мы, кстати, очень часто приходили. Почему вы вообще пошли на танцы со звёздами? Вам были интересны танцы или вы хотели получить свою порцию славы и пиара? Друзья мои, свою порцию славы я уже получил. Уже более 15 лет «Чёрный бумер» — это не машина, это песня. Поэтому «Танцы со звёздами» для меня — это очень весёлый эксперимент и, возможно, начало будущей предвыборной кампании. Ну, вроде же много людей из шоу-бизнеса. Возможно, это и у меня получится. То есть собираетесь в парламент, да, или это? Так, это не вопрос из интернета. Но я ответил на этот вопрос. Почему нет? Хорошо. Тогда вопрос от Ирини. Аделина, расскажите, как вы научили рекора вальс танцевать? И вообще сложно было Серёге научить движение? Да, не сложно, в принципе. Единственная сложность, которая у нас возникла во время наших тренировок — это, конечно же, осанка Серёжи и его сексуальность. Потому что Серёжа — это настолько сексуальный мужчина, что, наверное, даже слишком сексуальный для вальса. Вот. Ну, мы справились с этим. В общем, ответить можно проще. Я думаю, моя сексуальная осанка была главной проблемой в наших с ней танцевальных отношениях. Ну, спрашивали, Серёга, ты строгий ученик? Ой, в школе или да? Что это? Строгий ученик. Строгий учитель Аделина. Ну, в каких-то моментах... Аделина. А, ну. Да, Аделина очень строгий учитель. Да, очень строгий учитель. Но мне хотелось почему-то у неё учиться, учиться, ещё раз учиться. То есть я посещал, да, в ней классные занятия тоже. То есть, как я понимаю, многому научились, да? Я как в хорошие школьные времена приходил со сменой в обуви. Вот. И не прогуливал уроки, не задерживался на переменах. Вопрос. Перед стартом проекта вы сказали, моя жизнь очень похожа на это шоу. Всё-таки вы думаете, что ваша жизнь похожа на это шоу или нет? Сейчас, после того, как я вылетел, моя жизнь больше похожа на шоу «Хата» на «Тата». Потому что я буду больше времени проводить с детьми. Расстроились, что пришлось уйти так быстро? Ребята, во-первых, это было запланировано. Я всегда вылетаю куда-нибудь каждое второе воскресенье месяце. Ну, в Монако, в Монте-Карло, в Ниццу. Вот поэтому для меня это было абсолютно предсказуемо. Я даже взял билеты сразу же. То есть, я так понимаю... Можете проверить на сайте авиапереводчика. То есть, я так понимаю, вы ждали, да, когда это всё закончится? Чтобы улететь, да, на логах? Ну, это было, по моему выражению лица видно, что я ждал, когда же наконец всё это закончится. То есть, вам это было тяжело, да? Танцы давались. Друзья мои, давайте зачитывать вопросы, значит, не наводячие... И вопросы тоже. Был такой вопрос, то есть, вам это давалось всё тяжело? На самом деле, мне это не давалось тяжело. Я не танцевал, я жил. Я жил этим. Вот, но об этом я уже говорил в одном из интервью. Это не похоже ни на одно другое шоу. Это замечательное шоу, в котором я получил новое упражнение для своего тела. Я сделал новую тренировку для своего разума. Я строил новые нейронные цепи. Это было очень увлекательно, интересно. Это замечательная фитнес-система, танцы. Я познакомился с большим количеством популярных людей. Я завязал бизнес-отношения, связи. После первого эфира у меня уже был продан Новый год. По большому счёту, я мог уйти и после первого эфира уже. Сколько приходилось репетировать, чтобы выучить танец за неделю? Мы репетировали иногда по 5 часов в день. Иногда даже больше. Больше. Так, спрашивают вы оба, выбирали с кем танцевать или вас изначально поставили в пару? Адарина? Это была судьба. Ну? Я потребовал от канала самую восхитительную, роскошную партнёршу. И, к счастью, наши вкусы совпали с продюсерским составом канала. То есть, спрашивают, как вы восприняли друг друга поначалу? Легко ли было друг с другом? Когда только познакомились? Ну, я думаю, что у нас всё сразу сложилось. И у нас было минимум проблем каких-то в отношениях. Всё замечательно, легко проходило. Во время первой поддержки, когда я поднял Адарину на руки, я понял, что мне с ней будет легко. Ещё вопрос о Адарине. Как вы считаете, вы сумели раскрыть Серёгу для себя и для зрителей? Для себя однозначно. Я поняла, что этот человек гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это человек с невероятной душой, с невероятным сердцем. А что касается зрителя, я думаю, что надо было ещё пару эфиров, дойти до финала. Например, чтобы зритель мог полностью оценить Серёжин внутренний мир. То есть трёх эфиров было недостаточно? Недостаточно. Это только ознакомление было. Нужно было, чтобы в течение трёх эфиров я показывал за месяц долины каждый раз 14 номеров. И вот за 42 номера, я думаю, что нам удалось выполнить эту задачу и немного приоткрыть наш внутренний мир. На галоконцерте выступите танцы? Я уверен, что люди ждут этого выступления. И, конечно же, я не откажусь, если меня позовут на галоконцерт. Станцевать или спеть? Или два вагона? Дело в том, что я пою танцуя, и танцуя я пою. Для меня это необходимая составляющая одного и того же творческого процесса. Я то же самое делаю у себя на концертах. И тех из вас, друзья мои, кто не смотрел шоу «Танцы со звёздами», ждёт воплощения танцующего певца и поющего танцора в Октябрьском дворце, 13 ноября, начало концерта в 19.00. Спешите докупить билеты, друзья мои. Скажите, вы спрашивали про сольного концерта, что там будет? Это будет Серёга или полиграф Шариков? Это будет полиграф Шариков, который будет в том числе и исполнять некоторые известные композиции Серёги. С оркестром, хором, а также будут сыграны новые латиноамериканские композиции, которые вошли в состав, новые пластинки, которые очень скоро, буквально на днях, будет презентована аудитория. Честно, не надоело бы исполнять старые песни концерта, чем песни, которые просят люди? Ну, это же означает, не надоело ли служить людям, быть артистом. То есть это моя профессия, вот, и исполнять шлягер из золотого мирового фонда культурного, для меня большая честь. Для меня большая честь исполнять песни этого замечательного, талантливого, великого, не побоюсь этого слова, человек. Так, Тина Карль сказала, что вас все боялись в Голд Руме. Чем вы их там все запугали? Я разговаривал с участниками голосом Александра Григорьевича Лукашенко. И они сразу испугались, да? Ну, не сразу. Кто вас боялся больше всего? Больше всего, ну, судя по комментарии, Тина Карль, это была сама Тина. Вы с ней общались после эфира? Да, мы лайкаем друг друга в Инстаграме. Ну, я думаю, это недостаточно. Вопрос. Где место у куклы Жизель, которую вам подарила Катя Кубра? Если вы имеете в виду, сплю я с ней или нет, то нет. Хорошо, а вопрос про куклу? Я про куклу. Ну, то есть я не сплю с куклой Жизель, но я не беру ее с собой в кровать на ночь. Вот Екатерина Кухара озвучила в эфире. Кто за мной ребенок, кто во властной детстве. Кто же вы на самом деле? Катенька, ну мы же договорились, что я отвечу на этот вопрос вам лично на моем сольном концерте в Октябрьском 13 ноября, начало 19.00. Зачем вы с вами тесать комсомольской правды? То есть его позвали на этот сорт уже, да? Какие все? Ну, конечно. Тину позвали? Я в эфире, канал 1плюс1, сделал это и сделаю это сейчас и снова и снова. И Тину я тоже приглашаю. И участников тоже? И друзей Тины я тоже приглашаю. И участников обязательно, конечно. Это прекрасное событие, замечательный инфоповод. Кухар, между прочим, изледила у вас нежную душу, так и есть, хотя внешне вы кажетесь человеком агрессивным. Зачем туда прячете нежность? Кухар весьма прозорливая женщина. Вот именно поэтому она нравится всем нам. Не буду отрицать, что за жесткой оболочкой, кожурой скрывается нежное чувственное ядро. Но я показал это в одном из эфиров. То есть Паша пишет, что, кстати, многие пытаются быть агрессивным, потому что это их защитная реакция. Вы согласны с этим? Да, конечно. Вы про себя? Конечно. Но я не считаю, что я выгляжу агрессивным. Я считаю, что я обладатель чувства юмора, очень интересного. И в основном люди получают удовольствие от общения со мной. Вот вы сидите, например, с начала эфира и все время улыбаетесь. Может, это смешно. Вот видите как. Просто не все понимают мое чувство юмора. Люди видят в других то и узнают, что на самом деле мешает им самим в себе. Как вам такое наблюдение? Вы тоже не с самого начала поняли ваш юмор, но с третьего раза он тоже поняли. С третьего этапа. Аделия, вопрос. Как вы нашлись с Настей Каменских? Как я нашлась? Какая история, знакомство? Меня позвали на кастинг. Вот. И на кастинге, собственно говоря, с ней познакомилась. С тех пор начали работать, да? Какая мужчина с ней, как с ней работается? Замечательно работает. Это, я не знаю, не женщина, это супергерой. Она колоссально трудится над собой. Это пример для многих, как надо над собой работать и впахивать, несмотря на то, что у нее уже есть имя, несмотря на то, что ее знают и в России, и в Украине, и везде. Она пытается пробиться в Испанию, и я ей горжусь, и вообще это уважаю. Я могу добавить к сказанным словам, что наилучший стимул для артиста по-прежнему остается ипотека. Она подстегивает писать новые песни, выступать, быть свежим, быть на волне. Что, вам вопрос, как бы вы сами оценили свои танцы? Я несколько раз пересмотрел выступление мое и Адель на ютубе, нашел их божественными и даже поставил лайки. Все честно понравится? Абсолютно все, да? Или были моменты, которые хотелось исправить? Ну, если я говорю божественно, это значит, что я принимаю созданное нами, созданное нами как совершенный продукт. Ну, конечно, еще, если бы была какая-то попытка у меня, например, еще один дубль, то, наверное, это было бы по-другому. Наверное, это было бы возможно, можно было сделать еще лучше, в моей ситуации, но лучше хорошего, как мы говорим. Кстати, какой танец вам больше всего понравился? Танец из наших танцев? Наших, с трех. Лично мне... Которых считаете божественными? Лично мне, да, лично мне больше всего понравился, значит, венский вальс. Венский вальс, да. А, вы уже раскрылись, да, в этом танце? Я не полностью раскрылся, я раскрылся в рамках поставленной задачи. Мне кажется, что этот танец удался. Влад Ямы на своей странице Инстаграм заявил, что не согласен с результатами. А вы согласны, что зрители оставили не тех, что надо? Думаете, вы реально дали меньше всего голосов? Я уверен, что зрители в конкретном данном эфире прислали меньше всего СМС именно за нашу пару, и поэтому мы вылетели. То есть я убежден на сто процентов, что именно так это и произошло. И вопреки мнению зрителей многочисленным, которые имеют хождение, да, что все запрограммировано заранее, все, значит, куплено и так далее. Случилось именно то, что случилось. А аудитория, зрительный зал, значит, по всей стране, который наблюдал за этим шоу, не проголосовал за меня, за мой номер с гробом, вот, и прислал, поэтому меньше всего СМС. То есть это абсолютно четкий и верный вердикт. В любом другом шоу, в любой другой стране результат был бы иным, именно потому, что там очень часто деньги решают все, и цифры решают все, да. И по драматургии самое правильное, что нужно было сделать, это, конечно же, дать такому персонажу, как Эспар Хоменко и его партнерша Делин Дели, за счет того, что это яркие, предсказуемые, скандальные, да, персонажи. Поработал еще несколько эфиров на хайп, на рейтинг, и, скорее всего, результаты голосования сманипулировали бы, вот, но только не в этом шоу и не в этой стране. Вот, потому что здесь я абсолютно уверен в том, что действительно, и это абсолютно понятная, нормальная, честная реакция, когда люди, напуганные, значит, вот этим вот перформансом, старшие женщины, в основном они преобладают в этом зрительном зале, вот, они просто не проголосовали за этот ящик. Ну, с ним, кстати, связана очень интересная, смешная история. Немного за кулисей я вам расскажу. Дело в том, что изначально эта домовина должна была стоять. Это действительно так. Вот, приоткрою вам немного секретный занавес. Значит, когда мы зашли в павильон и увидели впервые эту декорацию, мы увидели, что перед нами на паркете стоит дачный туалет. Именно так выглядела домовина. Вот, то есть, по идее, я должен был, вот этот, значит, мертвый казак, должен был выходить из дачного туалета. Я так бы это смотрел. Это было бы очень смешно. И если бы туалет стоял вертикально, возможно, смс за нашу порог было бы больше. Но я настоял на том, чтобы домовину положили, вот, для того, чтобы она реально выглядела и походила на гроб. Вот, и, конечно же, номер был жутковат. Он был жутковат, но вы знаете, что я посвятил этот эфир Гоголю. Это была отсылка к гоголевскому Вию. Долина даже, значит, в ходе хореографической комбинации, которую она исполняла, чертила там воображаемый круг, да. В чем-то мой герой был похож на Хому Брута. Вот он, значит, пытался точно так же. Вернее, ее герой был похож на Хому Брута, значит, а я был вот тем самым демоном, лесом, там, ведьмаком, который пытался проломить вот эту защиту, да, воображаемого вот этого круга, которую она там, значит, очаритила. Ну, в общем, на самом деле номер был мистическим, сказочным и отсылал к классике. Просто его не поняли, да? Нет, его поняли просто... Не все? Нет, его поняли все, просто это эмоциональная реакция, эмоциональная реакция нормального человека, да. То есть мы боимся смерти, мы боимся гроба, вот, мы не хотим туда, значит, залезать, не хотим вложиться в гроб, мы не хотим, чтобы за нами заколачивали гроб, закапывали его в землю. Я на самом деле хотел аудитории показать этим номером, что есть выход всегда, даже самого безвыходного положения. И аудитория показала мне этот выход. Дарина, вы расстроились, когда узнали результаты? Конечно же, я расстроилась, потому что очень много было труда, очень много было времени, очень много было сил. Но я это приняла как, знаете, как должное, потому что жизнь — это такая штука, ты никогда не знаешь, что будет завтра. И я просто поблагодарила Вселенную за то, что она принесла мне такой опыт, за то, что я познакомилась с Серёжей, за то, что, возможно, у Серёжи были полезные упражнения, которые мы с ним делали. Ну и жизнь продолжается. Я расстроился, знаете почему? Потому что благодаря нашей садылиной паре этот сезон, этот проект по праву мог считаться международным. И сейчас это просто украинский между собойчик. Это первое. Ещё, значит, ну, отсылаясь опять к причине, по которой, значит, аудитория абсолютно правильно поступила и не проголосовала, я согласен с этими бабушками абсолютно, в их решении. Дело в том, что 1 плюс 1 — это развлекательный канал. Да, мы все это знаем. А поминки — это так себе развлечение. Поэтому они абсолютно правы. И нужно было меня выгонять ещё раньше. В первом, да? Просто после профайлов. То есть, с первого профайла нужно всегда выгонять. Вот даже пишут люди. Скажите, пожалуйста, сколько вас нужно собрать, чтобы вернуть вас в проект? И куда обращаться? Ну, мне кажется, что так сложно поменять формат этого шоу и правила устой, и библию этого проекта, что обращаться нужно прямо в Раду. Либо напрямую писать президенту. То есть, очень сложно будет. Но если наберётся достаточное количество голосов и у зрителей будет действительное желание пересмотреть своё решение и они захотят вернуть нас каким-то образом, то они, конечно, должны писать. Они на официальных ресурсах канала 1 плюс 1 в топиках, которые посвящены шоу «Танцы со звёздами». Но лучше всего сразу, конечно, лучше всего сразу президенту, для человека, который действительно принимает решения. Как думаете, обращение Дина Монатика во время вашего выступления включили специально или нет? Я думаю, что это череда совпадений. Череда совпадений. Ходят слухи, что Монатик подстегнул голосование в пользу Кукуяка и Дидю для того, чтобы наша встреча не состоялась. Но я не верю в это. Мне кажется, Дима очень хотел этой встречи. Я хотел её. И, кстати, друзья мои, друзья мои, это единственное, о чём я жалею, по-настоящему жалею, о том, что эта встреча не состоится в рамках этого шоу в прямом эфире «1 плюс 1». Вот здесь вот, пожалуйста, поговорите со своими бабушками, объясните им, кто такой Монатик, и почему встреча Монатика с Сергеем Пархоменко могла бы быть хайпоносной и очень яркой в эфире этого замечательного канала. То есть спрашивают, вы общались в последнее время? Да, конечно, конечно, мы как истинной карой лайкаем друг друга в Инстаграме. Я просматриваю сториз Дмитрия. Так, вопрос о Делине. Вы хорошо постукивали по Сергею палкой в одном из сюжетов. Часто не слушался? Было дело. Да, Серёж? Синяку много осталось после палки. Вы видели, что в одном из профайлов я сломал эту палку и кинул эту палку? Вы видели? Да, это уже не... Озим. Да. Я просто профайлы, на самом деле, не видел, а многие... Вот, например, последний профайл, в котором, значит, мои родственники из Крапивныйского мне что-то говорили, я слышал в гробу. Я поэтому, когда мне перезвонил родственник, там, говорит, ну как, говорит, профайл? Я, говорит, в гробу я слышал ваши профайлы. И это была чистая правда. Вот, кстати, спрашиваю, а с дядей Михайловичем по сафирам умерились? Да, то, что Михайлович дал комментарий, а я слышал, лёжа в гробу, его голос, вот, значит, он там желал, насколько я помню, успехов и показывал Катмандюба Кропивницкий. Вот, то, что он вообще поучаствовал в этом эфире, говорит о том, что дядюшка сменил гнев на милость и просил меня. Это значит, что на моём сольном концерте в Кропивницком мы вновь воссоединимся семьями и обнимем друг друга. И я выделю целый ряд в очень хорошем секторе для моих кировоградских крупивницких родственников. Какой концерт был? Я сейчас не вспомню точно дату, но это ноябрь, конец ноября, 20-е число. Спрашивает вас, по-прежнему живут два этих человека, Серёга и полиграф Шариков. Кто вам ближе? Ну, мне Сергею Покоменко очень импонирует и ближе полиграф Шариков, потому что именно он зарабатывает сейчас для всех нас деньги. То есть он обеспечивает. Серёга на дотациях. Дотационный. Это старичок дотационный. Мы уплачиваем ему пособие по безработице, оплачиваем ему коммунальные счета, за квартиру платим ему, иногда покупаем одежду. Спрашивает вас, Аделина был секс? Если вы думаете, что со всеми, с кем я работал, у меня был секс, вы очень плохо думаете о монатике. У нас с Аделиной был паркет. Именно этого нам не простили. У нас был секс на паркете. И под паркетом. Вместо паркета у нас не было ничего, кроме ментального секса, который Аделина исполняла с моими мозгами во время того, как преподавала мне сложная па садобля. Что изменилось после того, как танцы вошли в вашу жизнь? Я стал жить пританцовывая. Я не хочу, чтобы танцы уходили из моей жизни. Танцы невероятно подсушили меня и дисциплинировали меня. Танцы прекрасны. Я зауважал танцы. Я зауважал людей, которые профессионально занимаются танцами. Танцы это больше, чем набор телодвижений. Танцы это очень сложная фитнес-система, в которой зашифрованы исторические послания групп социальных народов мира. Это очень интересная область жизнедеятельности человека, которую стоит исследовать. Например, пасадобль это танец ториадора. То есть это танец, в котором зашифрованы движения защитные и агрессивные ториадора. Там есть такие элементы, зная которые, исполняя которые, ты можешь остаться жив на арене. Мало кто об этом знает. Я с удивлением это узнал. Поэтому танцы стоит открывать друг для друга и для себя. Я могу сказать точно, танцы гораздо интереснее, чем бокс. в боксе можно просто вырубить соперника и пройти дальше. В танцах нужно действительно быть ловким, гибким, изящным, грациозным, гармоничным. Танцы это дверь в мир гармонии невероятной, телесной гармонии движения. Это абсолютно новый мир для меня. и я благодарен тому, что со мной это случилось, произошло. Я был рад стараться и буду стараться вновь. И тем из вас, кто попадет в Октябрьский дворец 13 ноября в 19.00 начало, я продемонстрирую тот номер, который я хотел бы показать в рамках этого шоу, которое я покинул в финале. Тоже приклеил вопрос. похудели на проекте? Потому что многие артисты жалуются, что на 5-10 килограмм худеет. Я видел, как худели другие артисты и мне становилось порою худо от этого. Я же пришел на этот проект уже в форме. Скажем так, я похудел может быть где-то финансово, потому что мне приходилось покупать много одежды, я не успевал сушить. ту, в которой я тренировался. Я пользовался услугами разных хореографов и потратился очень серьезно на звонки, успокаивающие заграницу, потому что мои родители живут заграницей. Мне приходилось каждый раз комментировать то, что происходит в эфире, комментировать комментарии тех, комментировал после того, как они видели то, что происходило в эфире. В общем, достаточно затратный был проект для меня, но я ни о чем не жаль. Аталина, как вас поменяла жизнь после проекта? Что-то изменилось в лучшую сторону вас изменилось? Я думаю, что я стала более терпеливой, наверное, и возможно, я захочу открыть свою группу и начать преподавать вольные танцы. На улицах узнают после проекта? До этого узнавали. Да. Сейчас предлагают просто деньги. Да. Работали ли вы на проекте на «Даже Стяжка» и получается ли сесть на шпагат? Это вопрос к Сереже? Да. Скажем так, мы оба делаем полушпагат, и если нас соединить вместе, то мы сядем на шпагат. Каждый из нас наполовину шпагат. Вопрос чуть не в тему. Сергей Васильевич ожидается ли выпуск нового рэп-альбома? Да. 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 И еще раз да, будет рэп от Серега, потому что Серега должен нам, он должен нам, он слишком долго живет за наш счет и должен выдать продукт. У него был академический отпуск он брал, он страдал, он вынашивал новые идеи, он искал новый звук, экспериментировал с битмейкерами, пытался набраться сил, энергии и смелости для того, чтобы снова сделать шаг. О чем мы сообщим, конечно, в соцсетях, и у него тоже в соцсетях сообщим, и, возможно, какую-то пресс-конференцию тоже устроим. Ваша фраза на прощание. В Украине есть еще немало шоу, которым надо поднять рейтинг. Мне пора. Получилось забавно. Собираетесь куда-то на телеке или это было образно сказано? Нет, это было не образно сказано, и я действительно считаю, что способен поднять рейтинг к любому шоу. То есть, как практика показывает, до третьего эфира рейтинг будет расти. На какой проект, например, вы хотите? Смотрите, если мы договоримся по условиям, я пойду даже в голое смешно. Так, в видеовизитке вы обещали. Я обязательно станцую свой хатмандю с черным лебедем. Сдержите обещание. Или до Екатерины Кухар вы не достучались? Я обязательно станцую. обязательно станцую как хатмандю с черным лебедем. Но многое зависит от самого черного лебедя. Я уверен, что стоит об этом мечтать, об этом думать. И хочу надеяться, что если это произойдет, это произойдет все-таки в эфире канала 1 плюс 1. Там, где мы познакомились. Может быть, вместо гала-концерта. Наверное, вместо кухни уже. как можно с тобой пообщаться в неформальной обстановке? Покупайте, пожалуйста, билеты на мой сольный концерт 13 ноября этого года в Октябрьский дворец. И мы будем вместе петь песни в центре города. Вот такое неформальное общение я вам предлагаю. Галина, вы в концерте? Да. Вы тут танцевали или в качестве длительного? Что скажет Сережа? А что скажет Сережа? Мы приготовим номер. Галина, она большая артистка. Большой артист. Очень яркий. И, конечно же, я хотел бы видеть ее на сцене. Если она захочет быть одновременно и зрителем, и актрисой, то ей придется, конечно, много раз перемещаться. Ей придется много раз перемещаться для того, чтобы и там, и там побывать. Так сказать, потанцевать одной попой на двух свадьбах. Ей это удастся, я уверен. А вы зовете фанатов на сцену? Позовите меня себе на сцену. Да, я зову фанатов на сцену. Дело в том, что при наборе музыкантов в мою группу обязательное условие это то, что они должны быть моими фанатами. Поэтому все мои музыканты на сцене они мои фанаты. Прежде всего. То есть я устраиваю им экзамен, они должны наизусть прочитать «Загубили лягу». Желательно в таком же темпе и с такой же дикцией. После того, как вы озвучили в эфире, что приняли решение получить проезди паспорт, об этом написали со СМИ. Сейчас у вас просто вид на жительство? Сейчас у меня просто вид на жительство начиная с 2008 года. То есть достаточно длительный срок. Да, я действительно заявил о том, что хочу быть гражданином Украины и подтверждаю это еще раз в данном эфире. Но я получу эти документы. Я надеюсь, что соответствующие инстанции мне не откажут, учитывая то, что оба моих сына являются гражданами Украины, учитывая мое отношение к этой стране и тот культурный след, который я ставил участием в шоу «Танцы со звездами». в этом сезоне мне не будет отказано в получении гражданства. И я в соответствии с законной процедуры получу украинский паспорт в ближайшее время. Вопрос твоим. У тебя есть? У вас есть вторая половина? Давайте с Адалиной начнем. Да. Сережа. У меня есть две половинки, но я не хотел бы их показывать в эфире. Много ли времени проводите в соцсетях? Ну, в данный момент я все мое время провожу в соцсетях, вот как вы видите. Каким будет образ после полиграфа? Не спешите хоронить полиграфа. Это я тоже хотел сказать моим последним номером в шоу «Танцы со звездами». Не спешите меня хоронить. Не все это поняли правильно. Где тренировки были жестче? В боксе или в танцах? Дело в том, что бокс очень похож на танцы. Бокс, те же самые танцы, просто в танцах не бьют по голове. Но в танцах очень больно бьют по самолюбию. По самолюбию. И поэтому, когда ты получаешь судейские оценки и в твой ад летят болезненные комментарии, критические высказывания, когда тебе говорят о том, что ты горбишься, сутулишься. И что, тем не менее, они в тебя верят. Очень сложно. Очень сложно потом мотивировать себя идти дальше и не комплексовать. Но рядом с такой замечательной женщиной, как Аделина, мне было легче. Она помогала мне поверить в себя и относиться с юмором ко всем этим комментариям Влада Яма. Кстати, вы согласны с всеми комментариями жюри Аделина? Да, я согласна, но я не согласна с решением зрителей. потому что я думаю, что у Сережи с каждым эфиром наблюдался рост в его технике. Я отомщу обязательно зрителям. Я буду в течение сорока дней являться к ним по ночам домой и голосовать с их телефонов за Кукуюка и за Дидзю. Какой из задаваемых вопросов больше всего раздражает? Которые пишут в социальных сетях, например? Меня не раздражает ни один из вопросов. Ни один? Да. То есть я считаю, что нет глупых вопросов, есть глупые ответы. Поэтому выбирайте любой и попытайтесь вызвать у меня этим вопросом раздражение. Давайте посмотрим, что я отвечу на него. Так. Как сегодня выглядит ваш обычный день? С эфира мы поняли, что готовите завтрак сыновьям, отводите в школу. Сложно быть одному за маму и за папу. Ну не делайте из меня новосельцев, друзья мои. Я воспитываю своих детей достаточно давно, он уже и мне помогают в этом профессионалы. Когда у меня есть возможность, я сам готовлю им, сам отвожу их в школу, езжу с ними на тренировки, читаю им, проверяю, как они выполняют домашние задания. Ну поскольку моя профессия обязывает меня ездить, путешествовать, гастрелировать, в данный момент сегодня они в другом городе проснулись, пошли в школу, вернулись из школы, сделали домашние задания и пошли в программе специальной тренироваться. То есть я, к сожалению, увижу их через несколько дней только. Поэтому я пребываю в дефиците общения с моими людьми, на самом деле, несмотря на то, что вижу их сейчас гораздо чаще, чем раньше. Кто помогает? Рядом с ними находится человек, который недавно вернулся из Французского региона. Программа тренировок и специальных заданий прописана мною лично. Они соблюдают определенный режим, определенный стиль питания. и каждая их минута подчинена четкому графику и плану. Не жалуются? Они очень довольны, потому что они получают жалование, на жалование обычно не жалуются. То есть они, у меня взрослые парни, которые уже в 9-10 лет зарабатывают больше, чем некоторые взрослые. То есть они понимают прекрасно, что они маленькие мужчины и со всей ответственностью относятся к своей миссии, своей работе. Они получают жалование раз в месяц? Они хотят, чтобы выплачивали раз в неделю. Вы не согласны? Нет, согласны, конечно, не согласны. Там есть система штрафов, если они плохо себя ведут, что бывает крайне редко, пытаются где-то может быть отлынивать или каким-то образом нарушить график и режим, то, конечно, мы штрафуем их и они получают в конце недели меньше средств. Как большие штрафы? Ну, практически да, потому что это иногда вызывает легкую слезу, скупую мужскую. Еще вам вопрос. С их мамой вы общаетесь? Не сложно ли вам жить одной мужской компанией с Энобианом? Конечно, я общаюсь с их матерью, замечательной женщиной. И нам просто не сложно жить одной мужской компанией. Мы как на корабле, где есть капитан, где четко понятен курс, где распределены роли, всех присутствующих на борту. Мы спокойно, уверенно движемся к намеченной гавани. Далине пригодил вопрос, как можно с вами познакомиться? Возможно ли это? Несмотря в каких целях. Но возможно потом... А эскорт не предлагать. Да, да, да. Можно добавить меня в инстаграме? Наблюдать. после проекта? писали очень много до проекта и после проекта пишут еще больше. Везде. Что я красивая, что как можно познакомиться с моим партнером, что у меня очень интересный партнер по танцам. то есть эти тоже писали? Да, эти тоже писали. Эти тонкие и талантливые люди тебе тоже писали? Да, Ей так много писали, что она постоянно танцевала в такой позиции. Кто бы говорил. В рамке был телефон с включенным директом инстаграма. На самом деле Сережа тоже часто танцевал с телефоном, потому что это человек многозадачный и было тоже такое часто. Разве не так? С телефоном кое-кто танцевал? Да, но я танцевал каждый раз с новым телефоном. Не люблю вытирать пыль, покупаю новую себе. После проекта вы чувствовали себя звездой? Чувствовала и до этого. То есть ничего не изменилось? Не изменилось. Звездная болезнь не появилась, да? Вопрос Илькия. Вы как-то сказали, что любите кошек. у вас дома есть кошки? Я нашел одну очень интересную черную кошку на этом проекте. Но мне кажется, кошка не приживется у нас в нашем мужском коллективе и туда скорее подошел бы тигр. Кошке будет сложно. тоже вопрос вам 42. Вы еще ни разу не довели девушку до ЗАГСа или девушка вас не довела? Вы настолько свободолюбивы или девушке вам быстро надоедает? Вы не можете быть с одной всю жизнь обратите внимание на то как выглядят некоторые сотрудники ЗАГСа некоторые из них напрочь отбивают тебе охоту жениться уже на входе. А если конкретно этот вопрос мне кажется что я ответил очень конкретно на этот вопрос Я не хочу просто превращать любовь в бюрократию Вы сами себе же говорили все мужчины страны должны меня опасаться я тут еще сердцеед это правда или это имя? Дело в том что эта фраза вырвана из контекста вернее это часть фраз полная фраза звучала так примерно так опасаться меня потому что я тут еще сердцеед и за меня будут голосовать ваши жены ваши любовницы ваши дочери и самое страшное для вас и болезненное ваши течи но это не пошло на риск спрашивают как вам кажется какие две пары имеют больше шанса на победу за кого болеете я откровенно честно искренне болею за Маруф почему за Маруф ну во-первых мне нравится ее стиль во-вторых я считаю что у нее партнер который приведет ее к победе ну и плюс Маруф Маруф это пахарь и я думаю что она добьется своего вы за кого болеете я тоже болею за Маруф именно поэтому я желаю ей вылететь как можно сказать потому что концерты принесут ей больше именно по этому же поводу я желаю победы Дидю потом будете за него голосовать я конечно я же обещал что Дидю и Кукуюк это те люди которые могут рассчитывать на наши смс Могилевская после проекта долгое время танцевала с ямой ездила с ним в туры планируете ли вы с Аделина отправиться в тур подготовить танцевальные номера здесь решение должна принять Аделина что скажете потому что у меня в отличие от нее мой паспорт на грудном кармане а ее паспорт находится у Насты Каменских насколько я понимаю ну это мы это обсудим потом с тобой отдельно тоже Аделине вопрос как Настя Каменская отнеслась к тому что вы принимали участие в проекте сложно ли было совмещать достроить с репетицией она мне сказала чтобы я даже не думала и шла туда потому что ну на проект потому что это развитие для меня это очень круто я работаю на свое имя вот и она меня поддержала а на время проекта я отказалась от концертов и я отдалась полностью Сереже точнее в хорошем творческом да репетициям с Сережей в зале я отдалась полностью черному бумеру 15 лет может ли бумер составиться настоящее немецкое качество не может составиться он может только перейти в категорию ретро элит но уже в ретро элит после этого шел я в ретро элит недавно вы пришли еще учиться в Харьковский авиационный институт насколько знаете не первая попытка продолжить образование да еще факультет самолета строения зачем вам это хотите идти в небо да шнур ведь хочет в небо я послушал эту песню и подумал почему бы и мне нет но на самом деле меня очень привлекает авиация и кроме шоу-бизнеса который для меня понятен и в котором я плаваю как рыба в воде мне интересны другие области жизнедеятельности человека мне очень нравится быть легким мне очень нравится быть воздушным мне нравится быть на крыле мне нравится быть свободным об этом я собираюсь в ближайшее время снять и показать вам блог вот я не буду сейчас пока говорить что это будет за блог в деталях как он будет называться очень скоро об этом узнаете вот но я надеюсь что этот блог продемонстрирует вам неожиданные грани новые грани моего сознания и мировосприятия Харьков как столица авиационной мысли историческая как родина творческая и поле деятельности таких людей как Сикорский например всегда притягивала и манила экспериментаторов экспериментаторов мечтателей предельующих риск да поэтому не туда не с ними по пути мне нравится этот город я поступил в Хаи это обязательно условия моего там пребывания вот кроме того есть еще несколько моментов которые связывают меня с Харьковом я очень доверяю делам и хочу быть среди людей которые строят самые красивые и один из самых красивых городов в мире мне там комфортно мне там удобно мне там уютно мне там тепло Харьков это место концентрации творческой мысли вообще талантливые музыканты дизайнеры фотохудожники находятся там и создают там новые стили тренды шедевры мне хочется быть среди них поэтому в ближайшее время харьковчанам стоит видеть меня в Харькове стоит ожидать меня в Харькове и более того Новый год мы отпразднуем вместе с жителями города Харьков на центральной площади спасибо каналу 1 плюс 1 шоу танцев со звездами Адалине вопрос планируете ли вы участвовать в следующем сезоне танцев со звездами да почему нет уже поступило предложение пока нет а когда можно будет услышать Серегу лириком очень нравится песня райдер моя людь много других очень интимная песня честная а сейчас как-то пропали мы уже ответили на вопрос о творчестве рэпера Сереги вот мы ждем пополнения его библиотеки его фонотеки вот следите просто за нашими соц сетями будут анонсированы выпуски анонсы не заставить не заставить себя долго ждать то еще вопросы вы как-то говорили я хочу чаще улыбаться сам и сделать так чтобы люди вокруг меня чаще улыбались пока мне это удается мне кажется что вы редко улыбаетесь или мы это мы вас просто не видим в такие моменты я думаю что вы не видите меня просто в такие моменты вот я действительно редко улыбаюсь на публике вот мне нужно очень серьезно рассмешить вот и это мало кому удается вот вы в данный момент не говорите ничего смешного вот я не считаю должным улыбаться понимаете как я не считаю должным улыбаться как это делают американцы просто ради улыбки я не считаю должным покупать ваши голоса за гречку и поэтому я согласен с выбором тех кто проголосовал в последнем эфире именно так я предпочитаю быть собой быть собой и другим я уже не стану друзья мои поэтому я улыбаюсь тогда когда мне смешно так я хочу улыбаться вот к сожалению это не всегда вы наблюдаете потому что наши онлайн камеры включены не всегда вот они сейчас включены и мы выйдем из эфира через каких-то 5 минут поэтому задавайте свои вопросы если они у вас еще остались не медлите с этим так кем ты хотел стать в детстве если не музыкальная карьера в детстве я хотел стать рэпером Серегой и написать песню черный бумер а потом а потом же я хотел стать космонавтом и пожарником то есть у меня сразу было четкое видение как все должно происходить а еще я мечтал в одном из сезонов шоу танца со звездами станцевать с Адалины Адалина специально родилась для того чтобы станцевать со мной в этом сезоне так еще есть вопросы что думаешь о заказном клипе Дима и Уфа если смотрели я думаю что миллион дислайков говорит о том что это очень популярное видео ну хейтер это тоже аудитория не так я говорю это видео популярно они добились успеха а вам лично как это видели? мне понравилось что в нем участвовал скриптонит так вопрос Адалины где бы вы еще хотели попробовать себя? много где? а где? например? я хотела бы себя попробовать в роли певицы вы поете? ну для себя чтобы этого никто не видел и не слышал и тут Настя по-настоящему заволновалась хотелось бы на самом деле попробовать себя в роли певицы но это пока я пока над этим работаю а что поете интересно? пою это пока что громко сказано на все идеи вы хотите стать певицей то что поете какая-то музыка которая вам нравится больше всего? да мне нравится черный бумер вот хотелось бы рэп исполнять так может с рэпа ты начнешь читать может попроще выйдет чем петь ну вот наверное в нем есть список любимых крест не входит да? почему это не входит? нет есть любимые есть обожаемые да да конечно вы не путайте это само собой разумеется а то писали только ради вашей пары смотрела это шоу не совсем все справедливо что скажете на этот комментарий? нет справедливости нет справедливости нет справедливости в том смысле в котором человек это имеет в виду всегда когда кто-то уходит когда кто-то вылетает есть люди которым это нравится а есть люди которым это не нравится просто людей которым понравилось понравилось то что мы покинули шоу в этом эфире гораздо больше они оказались активнее именно они отправили смс то есть в этом эфире судьбу нашей пары решили вот эти бабушки и они исплотились и показали, что когда их несколько миллионов они по ту сторону экрана они могут очистить эфир от зла и нужно так делать, нужно продолжать так же поступать и если вам что-то не нравится в эфире канал 1плюс1, даже после того, как шоу закончилось поступайте именно так посылайте смски за Дидио за Кукуйка и эфир будет чище Вы дуже классно, Ваши впечатления гумора відпадны уже сумно, но забавны комментарии такие пишут? Мне тоже будет не хватать этого замечательного смешного человека в эфире канала 1плюс1 я, если честно, смотрел это шоу только из-за него Приедете ли Вы в город Частье 14 сентября? Да, это уже неотвратимый факт я там буду в образе полиграфа и концерт состоится в любую погоду То есть точно, да, увидите? за неделю На самом деле у нас было очень много времени потому что каждая минута из тех, что я проводил с Адалины на паркете длилась вечность из-за ударов болезненных палкой по спине вот поэтому у меня была целая вечность умноженная на вечность для того, чтобы выучить танцы именно поэтому я на самом деле так хорошо станцевал Вспоминания на всю жизнь, думаю, останутся с этого проекта Нас время подошло к концу можете пожелания для телезрителей те, которые за Вас голосовали в проекте для тех, кто задал вопросы можете обратиться Дорогие телезрители я хочу к Вам обратиться Вы прекрасны Вы прекрасны во всем, что Вы делаете Прекрасны те, кто голосовал за нас Прекрасны те, кто не голосовал за нас Вы все прекрасны Оставайтесь прекрасными И это прекрасно Мы тоже будем прекрасны И обещаем Вам оставаться прекрасными Ну не знаю, как длинная Хотела бы она, этого нет Она останется прекрасной Но я буду еще прекрасней, друзья И в своей прекрасности я буду все прекраснее и прекраснее. Я буду мужним красеным. Кадалина, расскажите. Я хочу поблагодарить людей, которые нас поддерживали. И которые до сих пор хотят, чтобы мы вернулись в этот проект. Ребят, все в ваших руках. Я хочу поддержать членов жюри, которые нас поддерживали. Ребята, все в ваших ногах.